Поддержание ценовой стабильности будет главной задачей Национального банка. Приоритеты экономики закреплены теперь отдельным пунктом в уставе ведомства. Таким образом, Центральный банк в целом вносит свой вклад в благосостояние каждого. В чем конкретно будут заключаться эти меры, спросим у нашего экономического обозревателя Анны Рублевой. Анна, добрый вечер. Может ли Назбанк влиять на цены? Добрый вечер, Сергей. Напрямую вмешиваться в регулирование ведомства не имеет права. Для этого есть Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Но у Национального банка свои рычаги влияния на экономику. Во-первых, это ставка рефинансирования, благодаря снижению которой кредиты становятся дешевле и для фирм, и для простых людей. А во-вторых, ведомство осуществляет контроль деятельности валютно-фондовой биржи. Сэкономить на коммунальных услугах помогут в одном из районов столицы. На сайте ЖКХ разместили список платных сервисов по нескольким жилищным управлениям. Таким образом, люди сами могут выбрать подрядчика, независимо от территории, на которой расположен дом. Цены отличаются незначительно, но в совокупности разница платежей положительно скажется на бюджете каждой семьи. Инфляционные ожидания оказались завышенными. Белорусский рубль крепко держит свои позиции, а вместе с ним и постоянство на ценниках в магазинах. По данным Белстата, инфляция в марте составила всего 0,3%, а цены на продовольственные товары стали чуть ниже, на десятую долю 1%. Кстати, тарифы на интернет до конца года повышать не планируется. И напомню, что в планах правительства не допустить превышения порога инфляции в 9%. На рынке труда рекордные по зарплате вакансии предлагаются в Минске, Могилеве и Гомельской области. Так, одна из организаций столицы готова заплатить заместителю директора 10 тысяч рублей. Похожая позиция есть и в городе на Днепре 7 тысяч в месяц. Около 6 тысяч предлагают пилоту, командиру воздушного судна и инженеру-программисту. Интересно, что вакансий от 1000 рублей больше всего в Гомельской области. Почти 4% от общего количества за счет предложения работы вахтовым методом для строителей. Белорусский рубль укрепился к корзине валют за счет снижения курсов доллара и евро. Итого, европейский номинал на завтра 2 рубля. Американский 1 рубль и 89 копеек. Сотню российских меняют на 3 рубля и 33 копейки. Такими были деловые новости вторника. Сергей. Спасибо, это была Анна Рублева с обзором деловых новостей.